Сильнейшие кикбоксеры страны Шанс показать себя и пройти в сборную команду страны для участия на чемпионате Европы Сегодня самый популярный в мире это, конечно же, Киеван И Омск, наверное, решил, скажем так, развивать Потому что у вас очень сильные спортсмены в фулл контакте, в лоу кик Но сегодня, хотим мы или не хотим, в мире самый популярный раздел это Киеван Что и является кикбоксингом На турнире представлены 46 регионов страны, 600 участников Девушки выступали в семи весовых категориях И в 12 весах были представлены мужчины Конкуренция колоссальная, но в каждой весовой категории будет отобран только один Он и станет частью сборной команды России Только в разделе К1 можно увидеть кикбоксинг во всей его красе Здесь разрешены удары коленями и бэкфисты Именно в этом разделе проявляется настоящий мужской характер Эмоциональными выдались поединки с участием финалистов Многие из них чемпионы мира среди профессионалов и чемпионы мира среди любителей Но далеко не каждый профессионал может победить любителя На ринге забывается все Здесь нет друзей и товарищей Все мысли только о победе Открою вам секрет, это мой лучший друг Астемир Борсов, Республика Адыгея Он раньше был в категории 54,57 кг Мы вместе выиграли с ним чемпионат Европы в 2012 году И очень-очень тяжело драться со своим другом Но выходя на ринг, друзей нет, спорт есть спорт На чемпионат от Пермского края приехала отлично подготовленная команда спортсменов Представительница Пермского края Юлия Кузнецова Настоящий профессионал своего дела В кикбоксинге уже 10 лет Но этот чемпионат России считает для себя особенно важным в карьере За последние 2-3 года первый старт Потому что я была в декрете с ребенком И для меня это очень основное И, наверное, главное соревнование за мою карьеру Очень серьезное и очень тяжело психологически Своё первое чемпионство на этом турнире завоевал еще один пермский спортсмен Владислав Украинцев В прошлом году на чемпионате России ему удалось дойти только до финала Очень себя приятно ощущать чемпионом России все-таки Не просто же так говорят, что чемпионат России выиграть труднее всего И он был для меня действительно очень непростым Я долго к этому готовился Много работы проделали с тренером Соперники были разнообразные, очень хорошие У меня первые два боя были с левшами Левша это не для всех удобный соперник Я подстроился Омские спортсмены тоже не подкачали Для Анары Абишевой это первый опыт в разделе К1 Чтобы добиться такого результата с первого раза Спортсменка очень долго вместе с тренером подбирала тактические приемы А Мичка выиграла свой главный бой и вошла в состав сборной страны Первый раунд у меня развязывался Так себе я просматривала, что она может, какие комбинации Во втором, в третьем мы начали уже накладывать атаки Руки-ноги добавлять И все получилось Большое спасибо моему тренеру После четырех соревновательных дней Победителями и призерами турнира стали 177 спортсменов Лучшим из них предстоит защищать честь страны на чемпионате Европы Который состоится в октябре этого года в Турции Где также будут отбираться сильнейшие спортсмены На десятые всемирные игры по неолимпийским видам спорта Которые состоятся в 2017 году в Польше Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»